всем привет с вами парни из камня заставочка да перегородка из гипсокартона шумоизоляция мы ее будем делать на квартире нашего подписчика аркадия ее функционал это разбить эту большую комнату на две маленькие то есть спальни для детей в чем будет заключен интерес ведь на канале есть интересное видео о том как делать перегородку с дверью самое интересное сегодня это то что у нас не будет верхней направляющей то есть у нас видите был потолок armstrong потолки высокие фигурные и поэтому мы приняли решение сделать перегородку 3 метра то есть у нас верхняя направляющая будет подвесная ну тем на самом деле интереснее естественно любая перегородка начинается с разметки всегда начинаем с нижней направляющей будь то наша повесная перегородка или обычная очень важно как бы учитывать всю геометрию комнаты так не пришлось брать не одинаковое расстояние от стен а размечать сначала угловая у нас еще будет перегородку это тоже покажем брать прямые углы в общем-то правильно размечаетесь натягиваем хорошо пропускаем через нужные нам линии чуть на себя еще чуть вот моя . еще на самом деле много щелкать будь здоров теперь нам надо сразу нашей профиль так как нам не надо переносить отметку на потолок использовать на воле можно 50 профиль 75 или 100 тут уж как вам удобно естественно квартире мы будем использовать обычный 50 профиль но естественно прежде чем нашивать профиль на пол сначала разметьте где у вас будут двери это очень важно после чего вырезаете профиль но делать его ну на пол сантика поменьше в общем-то ваших размеров так вы сможете сборировать расстояние в правиле всегда делайте чуть меньше профиля это будет правильным решением ну а теперь меряем наши кусочки профиля 50 на 40 вырезаем и пришиваем главное не перепутать с какой стороны шьете профиль если у вас пол бетонный или стяжка то естественно дебеля забирали используются у нас будут саморез так у нас цельское дерево если просто дерево можно саморезы по дереву но ими будет сложно прокручивать про секунд саморезами то лучше крутить в дворе в общем прокручиваем нижнюю направляшку переходим теперь боковым а не к вверху так как вверх мы будем одевать уже на боках теперь удобнее всего выставить лазер если у вас нет лазером можно использовать в общем то хороший уровень я выставил лазер ставлю отметку и обычно обычно аккуратно щелкнули и по этой отметке после чего пришиваем натягиваем есть и щелкнули готово теперь опять же используем нужные метезы прикручиваем профиль естественно мы ставим трехметровый так нам не надо будет подрезать все наши стойки расстояние как вы видели нам позволяет у нас здесь дранка поэтому очень удобно намечаться обычными саморезами по металлу то есть один саморезик приготовили где-то другой а закручиваем уже в стену потом вот такими вот саморезами длинными по дереву в этом случае можно в принципе крепить и в одну линию держать будет изумительно у вас верхние направляющие немножко проблем как так как она у нас должна быть на всю длину сплошняковым мы же ее одеваем на боковые стойки черт им упусти пониже вот наш направляющий ее нам надо соединить можно попробовать одеть как бы и соединитель мы используем кусочек того же направляющий профиль но до конца тут в общем-то вставить невозможно это как бы физика вот поэтому лучше конечно соединять с этой стороны вставлять до середины но надо сделать так чтобы у вас потом не оказались там стройки в этом месте так что там посчитайте лучше по 2 что-то другой стороны видел чудеса техники но такого ну а теперь вставляем просунули и одеваем в общем-то сверху именно надо одеть как видите балясина ну ничего страшного в общем-то одели а теперь внимание нам надо размер сделать чуть больше трех метров чтобы у нас был там запасик для неровности пол поэтому я возьму рулетку где-то выставлю давайте сантиметр запаса больше чем у нас не будет все теперь опять же степлерим и так с одной и с другой стороны поправили чтобы уходило следующий этап конечно же это стойки 50 на 50 мы красали по стандартной расстановке профилей то есть через 60 сантиметров когда у нас нет шумоизоляции мы делаем усиленный как а через 40 но шумоизоляция маты уже сделано 60 сантиметров поэтому логично что мы поставили именно так теперь мы дашь шумоизоляция будет намного проще теперь пару нюансов по установке естественно профиля мы устанавливаем начинаем от двери все профиля стоят вертикально то есть можете это сделать по отвесу по уровню лучше всего по лазеру ребра смотрят в одном направлении так у нас будет шумоизоляция заходить туда вовнутрь и становиться нормально если будем ставить ребра друг другу лицом то есть шумоизоляция будет хорошо вставать если они будут перевернуты на дугу задней стороны то она туда будет не помещаться в общем-то все логично теперь нам надо профиля выстрелить для этого потребуется обычный степлер для металлопрофиля вот плюс как вы видите ажемлина в этой части у нас дверная коробка то есть будет всего там практически стене поэтому в той части мы будем устанавливать то есть стойку под дверь уже с брусом а брус как вы помните естественно устанавливать профиля по дверь обязательно то есть мы выставим весь каркас зацепим все степлером я сейчас подробно покажу как ты делал че даже напомним и все-таки же это показывает и два профиля которые в общем-то в дверную коробку будут держать да мы установим деревянный груз ставим профиль по нашей отметке которую заранее мы расчертили под все профиля ставим лазер посередине профиль то есть сверху снизу теперь у нас стоит вертикально конечно прежде чем потекать степлером проверьте себя дважды потому что степлер в общем то есть ведь такая демонтировать потом очень сложно теперь укладываем угольник по профилю смотрите видите щель видно там что двигаем профиль чтобы у нас здесь был прямой угол обходим другой страны заводим степлер и по такому принципу надо зацепить все профиля естественно они должны быть еще раз почеку вертикально ребят еще раз напоминаю вам что у нас подвесная давайте вспомним это вот в общем-то перегородка стоит довольно жестко но все-таки зафиксировать ее обязательно надо поэтому мы сейчас изготовим из направляющего профиля косты и прицепим в перегородке и выставим по нитке верхнюю часть к потолку чтобы она у нас была действительно монолитно в общем-то расстояние у нас до потолка 20 сантиметров мы отрежем 40 и сделаем два уха сейчас вы увидите как то есть отрезать страны в принципе таких случаях точность тоже плохого отрезаем теперь у нас уж и получается 10 сантиметров с одной стороны здесь у нас будет другая страна за страны заворачиваем уши вовнутрь то есть у нас вот так будет потолку профиль и теперь артем не подаст степлер он у нас там лежит и угольник можно сделать все по уму выставить угольником завести одну рукой неудобно но можно есть страны то же самое делаем со второй стороны все забрались наверх вот она наша нитка натянута между боковыми направляющими и по ней мы будем выставлять в общем то весь каркас я прокрутил специально два отверстия к потолку у нас там будет саморез по дереву так как дранка так будет удобно пробивать сначала надо зафиксировать наш костыль на профиль свет сделать это не обязательно всклянь как бы с профилем главное зафиксировать то есть можно вот так поставить как вам удобней и спокойно крутить лучше всегда по два смоле чем вы не делаете таком программа болтаться не теперь берем саморез по дереву вставляем его и по нитке видно артем выставляете каркас в принципе должен стоять уже изначально ровно но все равно проверяйте оп не ответьте ушел пол сантиметра сейчас как бы вам но он убежал у нас так бывает уже ничего страшного то что дерево может быть чуть в стороне и может в общем-то потянуть опять ставим крепим вот теперь вот самое то у нас между ниткой каркасом ровно 1 миллиметр вот как-то так должно получиться но косыли конечно лучше пустить через метр так перегородка будет намного жестче а после того как я их закончу мы перейдем ко входной группе будем выставлять профиля над дверью сначала нужно установить перемычку на дверь мы его вырезаем вот так вот с ушами вот в эту вот сторону тоже по 10 сантиметров я поставил отметки в двух сторон по лазеру 205 пол уже готов выставляем по отметкам нашу перемычку и хорошо видно а теперь монтажками спрещаем вы цепляем в эту часть в этой части нам монтажки не буду цеплять потому что у нас там будет технический задор для установки дверей ну и теперь собрать поставок обе стороны закручены оставил сколько выставить стоечные профиля над дверью то есть добрать каркас в общем то выдерживаем всегда то же самое расстояние или 40 сантиметров или 6 сначала мы подшиваем одну сторону можно начинать от стены вместе сена у вас допустим не очень ровно это лучше начать от первого стоечного профиля саморезы шьем шагом 15-20 сантиметров как обычно обязательно вставляем перемычки мы их обычно делаем из 60 на 27 профиля они не должны быть на уши они должны спокойно ложиться и в общем то не отпирать каркас и листы конечно же будут в разбежку и над дверью обязательно небольшой нахлёст но когда зашлю я вам еще раз это покажу вот так вот выглядит зашитая стена с одной стороны на дверь у нас ты чуть дальше не прямо в общем то на перекресте перемычки вставлены прошиты листы в разбежку пойдемте теперь на другую сторону это у нас вторая сторона артем уже начал вставлять шумоизоляцию шумоизоляция спестая специальные акустические маты от науф очень важно чтобы они лежали не лежали на профиле они идеально подходят под ширину каркаса через 60 сантиметров в общем то есть система каналов как их вставляют хотя производитель говорит что они не содержат фенол и формальдегида не колется лучше конечно одеть респиратор и перчатки вот он этот мат толщиной как раз 50 сантиметров толщину нашего профиля если перегородка в 75 или 100 можно укладывать маты даже два слоя естественно он немного прожимает вставляем просто профиль который у нас сбоку мы заводим все другой стороны просто он утыкается в общем-то расставляем не буду все прямо настолько показывать еще один секретик небольшой есть и маты плохо держится ли у вас там допустим выставляет минеральную мягкую вату то поближе можно при помощи отвертки и обычных саморезиков маты чуть-чуть наживе буквально на два оборот не больше оборотов саморезик держится и мат не будет в общем-то потихоньку съезжать вниз так надо всю перегородку забить вот такой вот ваты акустической подрезать если надо можно обычным строительным ножом но вот нюансы второго слоя то есть у нас листы должны быть в разбежку и желательно не столько вертикально но и горизонтально поэтому этот первый лист мы ставим о первом сточного профиля и высоту как бы делаем так чтобы она у нас не совпадала с высотой с той стороны причем там обоих стыков вот в принципе так больше что-то нового рассказать мне об устройстве перегородки из шумоизоляции наверное не получится поэтому мы будем зашивать а я с вами попрощаюсь делайте своими руками делайте хорошо всем пока аккуратно я буду в камеру вставлять ну тут видно водиться буду так видно да а ты когда я снизу рулетку мы нахернем потом чертем что грустишь собираешь очень хорошо все главное испокойся главная выдержка никаких драк на объект нету ноутбука нечем работать чё чему тут все с ним не надо ничего меня с ним